Прежде всего хотел бы предложить Мои Дадават Пранамы Лотоса Стопаемого Духовного Учителя Шишимат Бхактивинданта Пуджипатта Шидар Гасвай Махараджо Также все наши гуру варги Всем собравшись в Ашнавам и в Ашнаве Мои низкие поклоны Мои низкие поклоны Они выграют И в Лонид Пхариж Вот это Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Диа Торзок Дима Торзок всего лишь несколько минут, эта история связана с этим царем настолько удивительна, насколько... И когда царь, это полубоги были довольны этим, этим... Опять врут зашли. В общем, он рассказывал историю, что однажды он находился в общении с Аддой и слушал Харикадху. И когда пришло время для того, чтобы, как сказать, оставить этот мир, пришли Ямадуты. И когда уже был готовый отправить его на адскую планету, Ямарадж, он посмотрел список его заслуг, и он увидел, что он слушал Харикадху, и он сказал, что да, он может находиться на адских планетах, но также за этот благочестивый поступок он может находиться в раю. И он спросил его, что ты предпочитаешь. И он ответил, что вначале я хотел бы отправиться на райские планеты, а затем уже на адские. И таким образом он попал. И здесь история заканчивается тем, что когда он попал на райскую планету, он увидел всю красоту, но ничем не привлекся, потому что он увидел собрания, саду, которые обсуждали Харикадху. И он также сел и начал слушать. И это было отведенное количество времени, он мог пробыть там сколько-то более получаса, но он видел, что время идет, но ничего не меняется. Ямадута, они приходят за ним. И о чем эта история говорит? О том, что где происходит фестиваль Харикадхи, то тогда ничего, эта иллюзия материальной энергии, она совершенно беспомощна, как люди в этом материальном мире. И затем, когда пришло время решать для него, он пожелал снова отправиться в материальный мир. И когда он отправился в материальный мир, его поведение полностью изменилось, он стал чистым, преданным. И Шушикадхи в Госфами говорит по Рикшету Махараджу, если он желает достигнуть, если в этой истории всего лишь за несколько минут, проведенных в саду Санге, этот царь достиг высшего блага, стал на путь чистой преданности, и, в конце концов, достиг Дашина Господа, то у тебя есть 7 дней. Поэтому ты более удачлив, что эти 7 дней в действительности для тебя являются очень важными, с помощью которых ты сможешь в действительности обрести Дашин Господа. Это не только Парикшет Махарадж, у которого 7 дней. На самом деле, у нас тоже не так много времени, как мы располагаем. Мы думаем, что у нас впереди целая жизнь, но мы даже менее удачливы, чем Парикшет Махарадж, который полностью уверен, что у него есть 7 дней. Но мы не уверены, есть ли у нас эти 7 дней или нет. Что с нами произойдет в следующее мгновение, мы не знаем. Мы не застрахованы на 7 дней даже. Те, которые имел Парикшет Махарадж, также рассказывается история об одном саду, который пришел в царство. И он спросил у стражников, что он хочет встретиться с царем. И когда стражники пришли к царю, сказали ему, что один святой пришел, чтобы встретиться с тобой, он ждет у ворот дворца. Он хочет встретиться с тобой. И тогда царь сказал, я очень занят, дайте ему пожертвования. Он, наверное, за пожертвованием пришел. И затем стражники вышли и сказали, о, наш Махарадж очень занят, он не может тебя принять. И тогда святой отказался от пожертвований, сказал, нет, я настойчиво желаю с ним встретиться. Это очень важно. И затем стражники опять пошли к царю. И сказали, этот святой желает с тобой встретиться, он не хочет никаких денег. Тогда царь подумал, не желая встретиться, он подумал, и тем, что он был очень занят всякими материальными занятиями. Ему не было времени встретиться со святым святым. И он пошел к царевне, жене этого царя, и она пригласила его, когда увидела его у своих покоев. И она предложила ему поклоны и сказала, о, величайший святой, я настолько удачлива, что ты посетил меня сегодня. Чем я могу послужить тебе? Он ответил, я хотел встретиться с царем, но он очень занят. Почему? Потому что я принес ему специальную новость. Она ответила, он очень занят, ты можешь мне об этом рассказать. И тогда святой ответил, что царь должен умереть в течение 7 дней. И когда царь узнал об этом, он отчаялся, они не только поженились. И когда она узнала о том, что он должен умереть, она обеспокоилась, она сказала, что он ничего не может предпринять, чтобы избежать этого наказания. И затем царица попросила служанок, чтобы они позвали царя. И когда святой, он ждал очень долго царя, у которого не было времени, но когда она позвала его, он тотчас же немедленно пришел, без всякой задержки. И она сказала, что святой пришел, чтобы встретиться с тобой. Царь сказал, что он пришел, я дал ему пожертвования, но он отказался. Когда святой идет грехаско-ашрам, для того, чтобы даровать освобождение, дать наставление и освободить. И поэтому царь сказал, что произошло, пожалуйста, скажи мне. И тогда она ответила святой, сказал, что ты должен умереть в течение семьи, и ты не сможешь избежать этого. Когда царь услышал, он очень удивился. Он забыл о своих царских делах, и он находился в большой печали. И царь пошел, чтобы встретиться со святым, и лично поговорить с ним. Он вернул его и сказал, о, Махарадж, ты сказал, что я умру через семьи. Да, он ответил, это правда. Ты должен будешь умереть в течение семи дней. А что, ничего нельзя изменить? Он сказал, нет, это уже предрешено с твоей судьбой. И тогда святой сказал, что ты сделал очень много пожертвований, и поэтому совершил очень благочестивую и много деятельности, и поэтому ты отправишься на райские планеты после смерти. Вот очень хорошо на райских планетах. Только единственная проблема, сказал святой, там очень много этих комаров, которые кусают. Махарадж сказал, что же мне делать тогда. Он святой ответил, там есть эта посетка для того, чтобы защитить от насекомых. И тогда он ответил, это очень хорошо, но просто там есть в этой сетке дырочка, через которую комар может прилететь и кусить тебя. И он сказал, ты можешь взять ниточку для того, чтобы зашить вот эту дырочку, чтобы тебя комары не кусали. И тогда царь посмотрел и подумал, а как же я могу взять с собой нить? Я же, если я отправлюсь на райские планеты, я туда пойду с пустыми руками. Как таким возможно это? И тогда святой ответил ему, ты занимаешься материальной деятельностью, и ты видишь сейчас, что все, что ты обрел, оно не может помочь тебе, и ты ничего не можешь взять с собой. Когда ты будешь покидать этот мир, ты ничего не в состоянии, ничего взять. И царь, он подумал, как в действительности моя жизнь, она была совершенно бесполезной. Все это царство, все, чем я владею, оно не может помочь мне. Вот тогда, когда я буду покидать этот мир, что даже ниточку с собой я не могу взять, чтобы использовать ее. И эта духовная реализация пришла к царю после того, когда он услышал от этого святого наставления, которое он дал им. Субтитры создавал DimaTorzok И поэтому святой сказал, что Бог тебе это естественно, что сможет предоставить тебе счастье. И я тебе сказала, что ты не умрешь не после семи дней, что ты умрешь в течение семи дней. Что означает, что каждое мгновение это может произойти с тобой. То есть это может произойти каждый день. Если бы я сказала, что ты оставишь это тело после семи дней, это можно сказать, что у тебя есть эти семь дней. Но в действительности ты погибнешь в течение этих семи дней. И поэтому, когда ты спишь в этих оковах в мае, ты не думаешь о том, что придет такое время. И не только Шипарикшит Махарач, все мы и мы находимся в таком положении. Поэтому что же нам делать? Мы должны совершать парибаджу. И насколько это возможно, нужно заняться этим немедленно. Немедленно, не откладывая времени на потом. Иначе может быть поздно. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Мы продолжаем слушать качества истинного вачного, которые всегда печутся о благе других. И в этих наставлениях, которые Капиладео дал своей матери о Девахуте, она спросила, каким же образом я могу общаться со святыми, какими качествами они обладают. И тогда Господь начал рассказывать о качествах, которые указывают на святость личности. Вы знаете, в Индии, когда Вы совершаете Вриндаву на парикраму, кто из Вас совершает? Очень многие. И Вы можете видеть, некоторые раздают роти, кто-то воду, в особенности во время кадаше, многие употребляют зерновые, пьют чай и так далее. И тот, кто одет в шафрановые одежды, они могут только находиться в очереди, для того, чтобы им что-то дали. И на и кадаше они также принимают это все. И Вы можете подумать, почему они распространяют это в саду. Поэтому, кто является в саду, это лишь только кто-то одет в шафрановые одежды, и это указывает на его качество, в саду. Нет, Вы не должны быть обмануты, лишь только внешним видом. И поэтому Шиди Вахуте, она обратилась к Капилла Деву, Шибагавану, который начал объяснять качество святого. В Индии люди очень многие одеты в шафрановой одежде, но они употребляют зерновые, в на и кадаше, также курят. У них нет никакого желания совершать бакте. Они никогда не воспевают святые имена, не слушают Хари Катху. И поэтому Дева Вахуте, она обратилась, о мой дорогой сын, пожалуйста, расскажи мне истинные качества святого. Мы слышали о качествах святых. То, кто совершает сварупа моей бакте, однонацеленной бакте, ананья, бхава, кто постоянно совершает святое имя, повторяет кирдан для меня, который ради меня оставил все, что имел. Господь утверждает, какой симптом святого. Он всегда занят в моей бакте. Он постоянно медитирует на меня. Это не говорит о том, что внешне лишь только одет в одежде сада. Внутреннее его настроение, оно также полностью предано служению Господу. Мы можем видеть в Индии очень часто Рама Кришна, Ашрам и Викикинанга. У них нет никакой занятости в бакте. Они считают, что Нара Сева – это Нарайна Сева. И служение людям этого мира является Нарайна Сева. Но на самом деле, кто проповедует эти принципы, они употребляют мясо. С одной стороны, они говорят, что мы должны обрести милость по отношению к дживам. И самая возвышенная дхарма – это проливать милость по отношению к дживам. Оно с одной стороны, а с другой стороны, употребляют рыбу и также животных. Что разве рыба или курица, она не является дживой? И поэтому это на самом деле не является истинным процессом бакте и симптомами, указывающими на святость Личности. То, кто строго совершает анания, анания бакте, однонацеленное служение мне, но шафроновые одежды – лишь только внешний показатель, который еще не указывает на истинные качества святого. То, кто полностью предан мне, кто полностью предал все, что он имел, отдал на служение мне, лишь он является подходящим обрести качество святого. Джива, когда находится в луне матери, первый, второй, третий месяц, и на седьмой месяц, восьмой, сколько, когда джива находится в совершенно тяжелом состоянии, в луне матери, она памятует о своих предыдущих жизнях и обращается с молитвой к Господу. И он об этом думает. Я так, в прошлой жизни я посвятил всю свою жизнь своей семье, но никто мне не может помочь. И поэтому, испытывая очень невыносимое болезненное состояние в луне матери, он молится Господу, чтобы он помог ему. Но тот, кто кармически связан, был связан с служением Господу, он может пометовать о Господе. Не каждая джива может обратиться к Нему. И поэтому, когда эта джива просит о помощи, Господь спрашивает, что ты желаешь? Он говорит, когда я выйду в этот материальный мир, я буду совершать служение Тебе. Мы все обещали Господу, находясь в луне матери, чтобы он совершает баджан. Но когда мы вошли в материальный мир, мы позабыли об этом. Моя, иллюзорная энергия Господа полностью поглотила нас. И таким образом мы страдаем в этом мире. И последний капиладеф, он прославляет славу Святого Имени, потому что без Харинам, без дживы, в особенности век Калиюги, они могут освободиться из своего обословленного состояния. Поэтому Харинам является высочайшим принципом Калиюгу. И поэтому капиладеф объясняет, что такое бахтия, в чем его особенность. И поэтому слава Святого Имени Господь Сам превосглашает в этой шлоке, объясняя. Янамо Дева. Тот, кто медитирует на Святые Имена Господа, имеется три вида. С помощью ума, шепотом и громко они воспевают Святые Имена. Тот, кто медитирует на Господа, с помощью своего ума он повторяет Святые Имена. Джива может освободиться таким образом, с помощью шраванам, кто слушает нектарные деяния Господа, с помощью своих ушей, кто воспевает Святые Имена. И так же он может воспевать и слушать. Особенностью в Калиюгу очень трудно медитировать на Имена Господа. Поэтому нужно таким образом воспевать, настолько громко, по крайней мере, чтобы вы, хотя сами должны могли бы это слышать. Это не только как ваш палец перебирает бусины четкие, но и не просто физически, но так же громко воспевая, чтобы вы могли сами слушать сладчайшие имена Господа. Поэтому Святое Имя, оно должно прозниться очень ясно и очень внимательно. Вы должны слушать его в этот момент, когда вы произносите. И некоторые, вы знаете, очень внимательно произносят Святое Имя. Сейчас Шеламахараш спрашивает, сколько времени требуется для того, чтобы 16 кругов повторить. Иногда очень быстро говорят и пропускают слова. Это на самом деле не является истинным произношением. Нужно очень четко, раздельно повторять каждое слово Махамантры. То есть в этот момент совершать Шраванам, Киртана Смаранам. Шраванам слышать Святое Имя, которое произносите. Киртана произносить его имя. И Шраван Смаранам медитировать в этот момент на прекрасные имена Господа. В этой шлоке Сам Господь объясняет. Капиладев далее продолжает. Что Киртан является самым возвышенной частью ангсоставляющих в Акте. Сам Харидас Токур дает нам одесетворенный пример. Являясь нам очарей, который пришел в Экалию. Харидас Токур, когда Капачин воспевал Святое Имя очень громко, он говорил, что растения, деревья, камни, они не могут воспевать Святое Имя. И поэтому, слушая Святое Имя, они могут так же освободиться. Поэтому он громко воспевал Святое Имя. То, кто повторяет Святое Имя Господа, он обретает результат большого разнообразия яги, которые, вы знаете, не каждый может квалифицированно совершать. Лишь только тот, кто родился в романической семье, он может совершать яги. Но тот, кто воспевает Святое Имя, это совершенно равному тому, что обретается результат и квалификация совершения Ашвамидху Яги. Если тот, кто воспевает Святое Имя, в этот момент слушает и медитирует на Святое Имя Господа, это настолько благоприятно. Поэтому Капиладев обращается к Матери Девахуте. Он говорит, что не только пали-йогу, слава Святого Имени настолько непревзойденная. Также это происходило и в Сатье, и в Третье, и в Два Пара-югу. В Сатье-югу, вы знаете, Друва Махараш, он тоже повторял вот эту мантру, «Ом намо Васудеве», и также Хануман, он тоже воспевал Святые имена Господа Ширама. И также в Век Кали-югу, сочетание Махапрабху принес этот процесс испевания Святого Имени, который является очень могущественным, потому что в этот Век Кали-югу, сочетание Махапрабху вложило в него саму премию, как царь, который дарит очень, очень, как сказать, великолепный подарок. И поэтому далее объясняется, Вишну Бхакти, она настолько прославлена в этой шлоке, также объясняется, что из тысячи-тысячи браманов, Сатрияджи Бхамана является самым возвышенным. Он является самым как центром Сатрияджи Бхамана. Из этих Сатрияджи Бхаманов тысячи-тысячи их Сатравинданта Патра, которые являются тем, кто знает заключительные истины, ведические знания, и поэтому из этих всех один Вишну Бхакта является самым высочайшим, а из тысячи Вишну Бхакти Рама Бхакта является возвышенным, а из этих Храма Бхакта тысячи дворакадижи Бхакта является возвышенным, а из тысячи-тысячи дворакадижи Бхакта, Матхура Бхакта является возвышенным, а из них Кришна Бхакта, который поклоняется Шри Кришне, Вавраджа является самым возвышенным. И тот, кто находится в Дасе, он возвышенный. Кто в Сакхе, еще более возвышенный. И так далее. В Ацале, в Мадуре, самый возвышенный путь служения Господу. И также тот, кто совершает бхакти в линии сочетания Махапрабху, слава такого преданного совершенно непревзойденного. Поэтому вы настолько удачливы. Вы находитесь в линии сочетания Махапрабху. И таким образом совершая саду на Божьем. И поэтому вы находитесь в особом положении по сравнению с тем, что мы перечислили прежде. И поэтому далее объясняется. То, кто родился в романической семье, но он не является моим преданным, то нет никакого в этой пользы. Но тот, кто родился даже в низкой касте, но он является бхакти, который совершает мне бхакти, и он является намного возвышеннее. И поэтому, если кто-то может сказать, что ты родился в низкой семье, и ты не квалифицирован совершать бхажин, это на самом деле не является истиной. Но тот, кто родился в бхаманической семье, но он не следует качествам бхамана, то он не является бхаманом. Но тот, кто находится в низкой касте, но служит мне, он является истинным бхаманом во всех отношениях. И тот, кто совершает преданное служение мне, бхажин, он еще является более возвышенным, потому что на этом уровне нет никаких ограничений для того. Кто, например, кто-то высочайшей касте рожден, и у него очень много возможностей финансовых и так далее, и он обладает определенной гордостью, а тот, кто смиренен, до читания ДЭФ, он всегда очень легко проливает милость на такие патчи душ, которые имеют в своем сердце смирение, без всякой гордости. В этой шлоке, далее подчеркивается, который является очень важным, ахо означает, если вы что-то очень видите изумительное, и вы удивляетесь, говорите, о, слава, Господь Капелладе превозглашает. Если кто воспевает святые имена Господа, о, хо, это настолько изумительно, он настолько удачлив, что он в состоянии пометовать о Господе, воспевает святые имена. Тот, кто родился в низкоклассе и считается, как бы на материальном плане, очень низкорожденным, но если он совершает бакте, и он наполняет свои уста сладчайшими именами Господа, и если он повторяет святые имена, то слава такого преданного невозможно выразить. И можно сказать, что все, что он, он совершил уже четыре вещи в своих предыдущих жизнях. Что это означает, эти четыре принципа? Первое, это тот, кто совершает эти четыре принципа предыдущих жизней. Первое, он уже совершил все аскезы, это опасия. Он уже совершил их в своих предыдущих воплощениях. И так же он совершил все яги. И так же он принял омовение во всех святых местах. И так же он, он уже, так же следовал правильному, благочестивому поведению в прошлой жизни. И поэтому, из-за того, что он уже реализовал эти четыре принципа, в этой жизни, он совершенно квалифицирован в воспевании святого имени. И даже от особенностей, тот, кто очень громко, очень внимательно празднует святые имена, и тот, кто слушает Хари Кадху, Хари Кадху, и его славу невозможно объяснить. Тот, кто обретает Даршин с помощью своих глаз, а славу такого невозможно объяснить. Тот, кто служит Господу, он еще более удачливее. И поэтому, что лично, в отличие от кровати, это кур объясняет, насколько слава, живая, она непревзойдена. Так, которая становится на путь бахте. Когда Ши Санатана пришел к Шичитане, Махапрабху, соломинкой зажав ее между своих зубов, что выражает смирение и терпение, он сказал, что я самый низкий, самый низкорожденный, потому что он служил в мусульманском правительстве. Хотя он был из браманической семьи, но он считал себя самым низким и падшим. Обратившись с этими словами к Шичитане, Махапрабху, читания Махапрабху ответил, ты не падший. Почему? Ты очень возвышенный, потому что ты встал на путь бахте, ты воспеваешь святое имя, одновременно с этим ты принимаешь омывение во всех священных реках. Потому что тот, кто воспевает святое имя одновременно с этим, он также читает веды в это мгновение, каждое мгновение омываясь в святых реках. Ты не падший, Шичитане Махапрабху сказал, ты самый возвышенный, потому что ты воспеваешь святое имя. И поэтому Капилладев дарует эти божественные знания своей матери Девахути. И жизнь Девахути совершенно изменилась, она достигла успеха, и она полностью погрузилась в любовь к Кришне, и совершенно потеряв сознание, она обезумела от любви Кришне. И Капилладев затем пошел в Гангасакар. Гангасакар, это место настолько прославлено, и в этом очень благоприятном месте там. И хотя храм, он полностью погружен в воду, но в особые дни титхи он появляется. И поэтому Капилладев, он сказал, Девахути, те знания, которые я даровал тебе, не нужно рассказывать непреданным. Тот, кто имеет веру в меня, тому ты должна рассказывать те наставления, которые я даровал тебе. Харик Кришна. И я дарил себе. И я дарил себе. И я дарил себе. И я дарил себе. Продолжение следует... Продолжение следует...